Приветствую всех на нашем канале! Сразу извиняюсь за свой голос, мы немного приболели, поэтому я буду тут немного вам заложен и басить. Сегодня будет, как сейчас модно говорить, крайнее влоговое видео в этом году. Будут еще какие-то поздравления до Нового года выходить, но вот именно влог у нас сегодня будет крайний. Поэтому именно в нем я хочу поблагодарить наших старых подписчиков за то, что вы были с нами весь этот год. За то, что не ушли от нас, за то, что давали нам какие-то советы, пожелания. Ну, в общем, за то, что просто были с нами и смотрели наше видео. Также хочу сказать большое спасибо новым подписчикам, которые присоединились к нам буквально недавно. За последний месяц у нас произошел такой скачок подписчиков. Спасибо вам за то, что вы к нам присоединились и пока остаетесь с нами, надеюсь, останетесь с нами еще надолго. Ну и, конечно, я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пусть с боем курантов уйдет все плохое из вашей жизни, все проблемы, невзгоды, печали, все-все-все, весь негатив исчезнет. И на место всего этого плохого придет радость, веселье, здоровье, успех, удача. Пусть цели, которые вы перед собой поставили, станут намного-намного ближе к вам. Всех с наступающим Новым годом и отлично встретить вам новый 2022 год. Еще хочу поделиться с вами одним очень полезным, на мой взгляд, контактом. У нас все в семье любят мед. И мы обычно где-то в начале осени закупали мед у себя там недалеко от деревни. У нас есть пасека, мы там закупали мед. Но в этом году у нас не получилось. Я уже, если честно, не помню по какой причине. То ли мед, меда мало, то ли еще что-то. Ну, в общем, не буду врать, не помню. И я решила поискать какого-то нового поставщика для нас. Я прошерстила интернет и вот наткнулась на одну пасеку. И стала счастливым обладателем трех литров меда. Пасека называется Лизинка. Находится она в Нижегородской области. Они осуществляют бесплатную доставку в Нижний Новгород, Кстово, Держинск, Арзамас. Ну, а по стране доставка осуществляется при помощи услуг СДЭК. Также мне очень понравилось, что у них большое разнообразие сортов меда. Я не особо специалист в этом вопросе. Мне главное, чтобы мед был вкусный. И вот этот мед вкусный. Он такой нежный, обволакивающий, чистый, без всяких примесей каких-то. Ну, знаете, бывает, попадаются кусочки воска, еще что-то. Нет, этот мед чистенький и вкусненький. Кроме вот жидкого меда, у них еще есть мед в сотах. И, скорее всего, я, наверное, себе со временем его приобрету, потому что мед в сотах я очень люблю. И он у них идет даже в таких красивых подарочных упаковках. Кстати, мне кажется, это очень неплохая идея для подарков на Новый год. Это, самое главное, полезно, вкусно и порадует, мне кажется, любого. Также у них есть подарочные упаковки не только для меда в сотах, но и обычный мед у них можно заказать в бочонках красивых. Да и даже вот такая простая баночка, казалось бы, да, выглядит все равно очень симпатично, на мой взгляд. Ссылку на пасеку-лизинку я оставлю в описании к видео. Обязательно переходите, посмотрите и порадуйте себя полезным подарком к Новому году. Ну, а я пошла лечить спидком. Мы с Темочем вышли погулять. У нас сегодня такая чудеснейшая погода. Все завалилось снегом. Как всегда, конечно, наши дорожники не готовы к этому оказались. У нас весь город стоит. При том, что после последнего такого хорошего снегопада прошла всего лишь неделя. Они, видимо, только вот более-менее все разгребли. И сегодня ночью опять был сильный снегопад. Но зато посмотрите, какая красота. Очень жаль, конечно, что плохо, наверное, видно вам. Посмотрите на меня. Да, ты тоже красота. Смотрите, я так люблю, когда вот такая вот зима снежная. Когда на ветках снег такой плотный лежит, пушистый. Вообще все, все деревья в снегу. Красотища. Но уже ночью обещают дождь. И, скорее всего, весь этот, вся эта красота, она слетит. Ну, может, еще дождя не будет, повезет. И еще полежит снежок. Так красиво. Я с утра проснулась, когда пошла открывать окно, занавески раскрывать. И меня аж ослепило, что все вокруг было белым-бело. Музыка. 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 Сейчас сидим в машине, ждем папу. И поедем уже традиционно на фабрику Ариэль. Кто не знает, у нас в городе есть фабрика с елочными игрушками. С настоящими елочными игрушками. Со стеклянными. Которые растем. Тема. Ужас какой. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Напугающих зрителей. Ха-ха-ха. Которые расписываются. Игрушки эти расписываются вручную. Тема. Харе. Ха-ха-ха. Едем создавать себе новогоднее настроение. Вам мы тоже покажем частичку. Так отдельно, наверное, я сделаю видео с фабрики. Мы как-то, наверное, года два назад ходили туда с подружкой на экскурсию. Прямо на саму фабрику. Видео тоже есть об этом. Интересно довольно. В прошлом году мы снимали сам магазин. Ассортимент. И я думаю, что в этом году тоже поснимаем. Там у них есть новиночки. Поснимаем. Покажем вам. Может быть, они там что-то поменяли в интерьере. Все вам покажем. Все. Что-то камера у меня грязная какая-то. Да? Какие-то мамутные. Ха-ха. ПОДПИШИСЬ! Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!